Тогда я приглашаю на эту сцену Михаила Шваркунова с докладом «Как мы увеличивали гуглостойкость вопросов для Катерины Клевер». Итак, друзья, всем привет. Привет. Я Миша Варкунов, директор по тестированию ВКонтакте. Работаю в ВКонтакте с 14 июля 2015 года. Веду иногда мероприятия, как можно заметить, свадьбы, предоставляю услуги Джея. Поэтому, если вас заинтересовал, напишите мне, пожалуйста, в личку, QR-код. А все там на странице, у меня все открыто. Поэтому также, если что-то в ВКонтакте не работает, и вы обращались в поддержку, и не нашли там какого-то отклика, что, конечно, бывает крайне редко, жду вас у себя на страничке. «Гуглостойкость» — не очень понятное слово. Очень интересный момент. Когда я готовился к этому уступлению, я гуглил слово «гуглостойкость», и было всего лишь две ссылки. После того, как мы сделали анонс, стало ссылки четыре. Так что, если вам интересно, можете проверить в Гугле. Что такое «гуглостойкость»? По аналогу с криптостойкостью. Криптостойкость — это способность алгоритма противостоять, так скажем, атакам. Обычно криптостойкость измеряется либо в машинных мощностях, либо во времени. Так вот, собственно, гуглостойкость — это способность вопроса противостоять, так сказать, гуглению. То есть чем сложнее загуглить вопрос, тем выше этот параметр гуглостойкости. Что же такое «клевер»? «Клевер» — это многопользовательская онлайн-викторина. Первый выпуск был 14 марта, а не последний, а крайний выпуск — 31 декабря 2018 года. По будням было 12 вопросов в викторине, а выходные дни по, соответственно, 15. Там было три варианта ответа и одна жизнь, которую вы могли потратить на то, чтобы, ответив один раз неправильно, не вылететь из этой игры. Когда я, опять же, готовился к этому выступлению, буквально вчера в чатике и в комментариях под постом люди писали, а почему я решил сейчас об этом рассказать. Если у вас есть идеи, пожалуйста, кричите из зала, почему, что произошло. Да, я напомню, прошло 4 года. Что за 4 года могло такого измениться? Что могло, может быть, истечь, что я решился про это рассказать? Да, действительно, да, закончилось, которое мы подписывали, потому что «клевер» — это такой сайт-проект. Теперь можно рассказать много всякого интересного. Давайте, у нас сегодня будет много активности, поднимайте руки, кто играл в клевер. Ну, процентов, наверное, 90 из тех, кто сидит в зале. Я уверен, что еще больше людей, кто смотрит нас в трансляции, тоже играл. Пишите свои комментарии про это. А вы знаете, кто это? И как его зовут? Мне кажется, я слышал правильный ответ. Можете погромче сказать? Да, действительно, это маня, это мнительный манул маня, который узнает ответы на все вопросы, но, конечно, вам он их не скажет. Если мы говорим про то, что очень много людей играло в клевер, кто для вас самый запоминающийся ведущий? Тоже кричите из зала, будет очень интересно. Урган, действительно, Соболев был. Может быть, кто-то помнит какие-то космические ведущие. Мне, например, запомнился лично Дюжев. Но самый мой любимый ведущий клевер – это Маша Захарова, которая провела клевер специально в день тестировщика. Маша, мы тебя помним, любим. Так что мне кажется, какие-то очень жиденькие аплодисменты. Мне кажется, Маше можно и похлопать, и посильнее. Я даже не уверен, я знаю, что Маша нас сейчас смотрит, поэтому, надеюсь, Маше, тебе очень приятно. В чем, собственно, была проблема? У нас запустился клевер. В него играло очень много людей. Были эфиры и в выходные, и в будни, по два раза даже были. Даже разыгрывались большие, очень призовые фонды. Но, соответственно, проблема здесь написана на слайде. Были люди, которые играли нечестно с помощью ботов, которые гуглили так или иначе варианты ответов и рекомендовали какой-то более реалистичный. То есть, когда вы играете в игре, неприятно играть с читером, конечно, если читер не вы сам. Так что проблема у нас с ботами, которые подсказывают правильный ответ. А кто играл с этими ботами, поднимите, пожалуйста, руки. Потому что люди даже, которые… Кто-то там на задних рядах поднимает руки. Кто-то даже писал, что кто-то разрабатывал этих ботов. Уже зарабатывал ботов. Ну, подойди потом ко мне. Посмотрим, кто, собственно, кого. Однажды мы с Владиславом А. и Александром А. работали, а нам позвонил Иван Ургант. Как вы думаете, это реалистичная история или я все это придумал? Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, что это реалистичная история. А кто считает, что это фейк, я вас сейчас буду обманывать. Так, ну, люди такие есть, такие. Ну что ж, посмотрим. Вот, когда я еще и сделал. Е-е-е-е. Здравствуйте, Иван Андреевич. Да, это отдел тестирования ВК. Конечно. Вы слышали про кливер и активно играем? Про ботов слышали? Нечестно это, конечно. Вы хотите, чтобы мы сделали сервис для оценки вопросов? А почему именно мы? Конечно, я понимаю, что тестировщики и моушн-дизайнеры могут все. Что? А сколько у нас времени? Немножечко. 24 часа? Понял. Поехали. Так, ну, отлично, пока мы не ушли с этого слайда, я попрошу вас ответить на вопрос. Может, кто-то знает, может быть, кто-то догадывается, что такое 24 часа и почему у нас был именно такой временной промежуток. Кто-то же кричит из зала, если догадывается. Ну, эфир обычно у нас раз в 12 часов, да, там было два раза в сутки. Отлично. Еще попробуем. Хорошая идея, но не совсем так. На самом деле у нас был хакатон, да, и первую версию прототипа этого решения мы сделали с ребятами на хакатоне. Оттуда, собственно, это чудесное видео. Итак, ставим цель, потому что бесцельно жить бессмысленно, и кто мне подскажет, какое имеет отношение, тут какие-то японские мотивы, к тому, что мы ставим цель. Может быть, кто-то может связать эти два момента. Да, действительно, самураи не цель, но мы не самураи, да, поэтому цель у нас была вполне конкретная. Кстати говоря, когда вы будете ставить себе какие-то цели, ставьте цели, которые зависят только от вас. Например, мы не могли поставить себе цель сделать так, чтобы ботов, которые играли против клевера, за читеров их стало меньше. Потому что это не в нашей компетенции. Также мы не могли сделать так, чтобы люди выигрывали больше денег, потому что, опять же, не в нашей компетенции. Мы могли поставить для себя цель только то, чтобы создать сервис, который будет помогать редакторам определять, легко ли загуглить вопрос или сложно. Какой у нас план, да, у нас есть цель, нам нужно понять, какой у нас порядок действий. Первое. У нас есть боты, и мы должны были предположить, как они работают внутри. У нас, соответственно, был, можно сказать, черный ящик, да, но обычно черный ящик, мы сами можем подавать туда все, что угодно на вход, принимать что на выход и анализировать, что там внутри. Черный ящик для нас представлял себе такой инструмент, что два раза в сутки, 12 вопросов, и мы могли анализировать только по результатам, что там у них хорошо и что у них плохо. Дальше, когда мы уже поняли бы, как они работают внутри, нам нужно было предположить и какой-нибудь, может быть, улучшенный алгоритм, потому что боты не стоят на месте. Это жулики, которые делают ботов, которые сейчас сидят в зале, они тоже не сидят на месте, они тоже заинтересованы в том, чтобы улучшать этот продукт, как, собственно, и любые другие. И нам нужно было сделать 24 на 7 рабочее решение, потому что мы не знали совершенно, когда редакторы клевера будут пользоваться этим сервисом. И, соответственно, нужно было сделать так, чтобы, даже если они ночью решат готовиться к утреннему эфиру, у них была такая возможность. Соответственно, давайте так же будем играть с вами. На каких платформах могут боты работать? Они могут работать на API-платформе, а еще на какой могут быть? Вариантов, в общем, немного. На вебе, абсолютно верно, да? Хорошо, попробуем попроще, сложно не зашло, давайте. На каких поисковых, как могут боты работать? Google, и что еще? Яху. Могут и Яху, ну а еще могут? Яху. Яндекс, действительно, абсолютно верно. Вы большие молодцы. Супер. Теперь немножко посложнее. Смотрите, нам нужно было понять, как мы можем искать, да? Ведь у нас есть входные данные, да? Это какой-нибудь пример. Давайте, чтобы прям совсем было понятно, будем играть на вот этом вопросе. Кто из этих боксеров придерживается тактики слагера? Давайте для начала определимся, кто знает, что такое тактика слагера. Поднимите, пожалуйста, руку. Ну, никто не знает, хорошо. Ставьте лайки, если сейчас вы узнаете что-то для себя новое. Слагер — это тактика в боксе, когда боксер не обладает ни скоростью отмены, ни техникой, но он обладает нокаутирующим ударом. Соответственно, ему нужно принимать на себя большой урон, да? А потом дождаться какого-нибудь одного момента, когда он сунет своему сопернику так, что он упадет в нокаут. Если вы знаете, кто такой Майк Тасс, поднимайте руку. Да, в молодости он слагером не был, да, но ближе к окончанию своей карьеры, когда и техника уже не та, и скорость уже и подавно не та, он стал слагером. Так, скажем, провели небольшой ликбез. А кто знает, что такое ликбез? Можете сказать? Ну, кто-то знает, хорошо. Но не большинство ликбез — это ликвидация безграмотности. Так вот, возвращаемся к нашим, собственно, боксерам, да, не баранам. Вот у нас по лонгполу приходит с сервера такой вот вопрос, да, кто из этих боксеров придерживает локтики слагера? И три варианта ответов. Какой самый простой способ поиска мы можем здесь сделать? Ну, прямо вот в лоб какой? Просто супер, да, отлично. Первый вариант полностью, абсолютно верно. Какой у нас второй вариант, да? По ключевым словам, но здесь, видите, у нас ML не было, прям так, чтобы искать по ключевым словам. Второй вариант. Это интересный вопрос, но мы брали без вариантов ответов. Просто гуглили, да, у нас были ключевые слова, на которые мы могли ориентироваться. И, собственно, третий вариант. Ключевые слова здесь говорили, да, но ключевые слова здесь мы вырезали, да, то есть лишние слова, там, кто из этих, потому что поисковому запросу он совершенно не нужен. По-хорошему здесь, наверное, нужно только, если бы у нас был ML на тот момент, нужно брать только боксер и слагер, и все, в принципе, этого достаточно. Потому что слагер, возможно, в каком-то другом контексте означает другое. Так что вот так вот. Мы убираем лишние слова, да, вот можете внизу посмотреть, какой у нас, собственно, пример получился. Какой наш алгоритм, да, мы брали вопрос целиком, который нам приезжал в сервер, убирали все спецсимулы, да, это точки, запятые, кавычки, высотные знаки и так далее. Потому что они нам совершенно не нужны, Google они только сбивают, Яндекс тоже. Дальше мы должны были забирать результаты из, соответственно, релевантной выдачи. То есть, если вы сейчас зайдете и загуляете в любой момент, любой вопрос, то у вас приедет помимо, соответственно, данных, которые вам нужны, еще реклама, еще там что-нибудь и так далее. Так что нам нужно было брать теги только, которые содержат информацию, которая нам была необходима. Дальше мы, соответственно, брали ключевые слова, которые у нас есть, и скидывали в мапу, да, где у нас значение ключа было уникальное слово, да, а value, да, это было число встречающихся этих слов. Так что, собственно, вот так вот балансировали, мы могли понимать, что у нас происходит. И тут у нас происходил сюрприз. Почему происходил сюрприз, да, потому что у нас в мапу попадали слова разные по написанию на русском языке, но смысл которых был одинаков. Ну, например, если мы берем вот этого замечательного манула и спрашиваем у угла, кто такой маскот клевера, да, то он может нам выдать, что кота зовут Маня, или маскот клевера является котом, или, например, кот Маня. Поэтому код кота котом в нашей мэпе у нас были бы три разных варианта, хотя нам нужно было бы их сплюсовать. Что же нам делать, да, нам нужно просто взять сервис, который был в контакте, слава богу, тогда, и все слова перегонялись через этот сервис и приводились к единисному числу, именисленному падежу. Все то же самое, и потом мы их сортировали, да, и брали максимальный результат, который у нас есть, и уже предполагали, что это и есть то, что нам необходимо. Соответственно, интересный факт про вопрос с ней. У нас все с примерами, так что давайте попробуем разобраться. Какой язык программирования не используется во ВКонтакте? Давайте, кто считает, что у нас не используется Go? Поднимите просто руку. Нет? Ладно. Кто считает, что TypeScript не используется? Ну, странно, два человека. Ладно, хорошо. А кто считает, что у нас Cabol не используется? Да, действительно. А кто знает, почему, может быть, Cabol написан всеми заглавными буквами, а Go и TypeScript написаны некоторые буквы строчные? Дело в том, что… Что же там? Не слышу. Можете по громче говорить? Да, действительно, абсолютно верно. Cabol — это аббревиатура. Кто-нибудь может узнать, как она расшифровывается? Это Common Business Oriented Language. Язык, по крайней мере, для бизнеса. А вы знаете, кто изобрел, кто принимал участие в изобретении Cabol? Да, у нас наш метап посвящен тестированию, да, и мы не можем представить себе тестирование без Grace Hopper, и Grace Hopper была, собственно, сооснователем этого языка программирования, поэтому это очень интересная вещь, очень интересная женщина. Почитайте про нее, добилась прям очень больших успехов, прям совершенно фантастически. Ну, действительно, Cabol не используется во Вконтакте, потому что в основном банковские приложения написаны Cabol. И, кстати говоря, если вы учите Cabol, то вы можете зарабатывать совершенно баснословные деньги, потому что специалистов по Cabol в живых осталось там, ну вот, на пальцах руки, можно сказать, одно перечитать. Поэтому золотая жила. Так вот, если мы будем брать наш стандартный алгоритм, да, то у нас большинство будет вхождение, это, скорее всего, Go и TypeScript, потому что много статей написано про Go, много статей написано про TypeScript, и наш алгоритм не сработает, просто потому что он вернет наиболее популярный. Соответственно, мы должны делать другой алгоритм, да, что если мы находим не в вопросе, то мы понимаем, что нам нужно искать не максимальное встречающееся слово, а минимальное. Вот в этом как раз таки алгоритме у нас меняется просто последний итоговый подсчет. Соответственно, инфраструктура запуска, как мы, что мы вообще сделали в итоге. У нас был меняп, достаточно быстро мы его набросали, и при инициализации меняпа, когда пользователи, в частности, редакторы, переходили по ссылке, отправлялся от триггера на TeamCity, где поднималась джоба, в которой уже, соответственно, крутились шесть браузеров параллель. И, соответственно, также для походов в IP она была доступна. И у нас был прикручен просмотр скриншотов, потому что иногда не все результаты, которые у нас есть, они выглядят реалистичные, чтобы редакторы могли убедиться в том, что у нас все хорошо, был, собственно, скриншот сделан, который всю простыню пихал в меня. Ну, об этом чуть попозже. Итак, собственно, наш вопрос. Как вы думаете, да, мы уже про боксеров поговорили, но не поговорили, кто из них слагер в итоге был. Итак, давайте, кто считает, что Джон Руиз был слагером. Нет, ладно. Что ж, ладно, удивлен. Кто, собственно, считает, что это перешел Уитакер? Ладно. А кто считает, что это Джордж Форман? Ладно. Ну что ж, люди, которые посчитали, что Джордж Форман, были абсолютно правы, так что это действительно правильно ответ. Как, собственно, работал наш сервис. Можно посмотреть, что здесь по столбцам написано, что если мы берем вопрос полностью отправляем, то Google, например, и Яндекс испытывает проблему с тем, чтобы полностью сделать это. Если мы без вариантов, то Яндекс уже отлично гуглится, как бы ни странно звучало, а Google не работает. И если мы убираем ключевые слова, да, кто там из какой, но мы получаем отличный результат, так что мы этот вопрос не рекомендуем для того, чтобы он сыграл в игре. Итак, эмпирические выводы, которые мы сделали из того, что у нас соответственно получилось. Самые хорошие советы, которые мы могли бы дать, мы и давали, собственно, редакторам, это то, что вопрос с не, где не, не имеется в виду отрицания. Ну, например, самый простой пример, Бородино. Кто написал Бородино? Пушкин, хороший вариант, еще Лермонтов, действительно. Так вот, собственно, если мы говорим, что кто автор строк, скажи-ка дядя, ведь не даром, да, там Пушкин, Лермонтов, Толстой, грубо говоря, да, то у нас, собственно, Лермонтов не выигрывает, потому что в вопросе есть не, наш алгоритм, собственно, тегерится, что нам нужно искать минимальное вхождение, и это проблема. Вопрос с двумя хопами. Кто-нибудь играет вообще в ЧГК? Имеет представление, что такое два хопа? Или кто такое один хоп? Окей, хорошо, кто-то имеет, но расскажу, чтобы у всех был контекст. Два хопа — это когда у нас есть какой-то вопрос, в котором есть подвопрос. Ну, например, сейчас слушайте очень внимательно, вопрос непростой. Кто из героинь, которые сыграли главную роль в фирме Интерстеллар, является полной тезкой, первый же не Шекспир. То есть нам сначала нужно понять, кто была первая, собственно, жена Шекспира, потом сопоставить с актрисами, которые там играли, и получить какой-то ответ. Так что с этими вопросами, конечно, Google и Янекс не справляются. И если у нас вариантов ответов только цифры, например, сколько у нас там платформы ВКонтакте, там 5, 7, 3, очень много подмешивается информации, которая приезжает в ответе, которая нам очень сильно мешает и засоряет настоящие результаты. Если, собственно, мы добавляем какие-то года, то у нас чуть попроще играть. Но вот именно чистые цифры вызывают большие проблемы. Выводы. После того, как мы сделали серию с двух обед, мы уже презентовали наше решение редакторам Клевера. Редакторы не всегда прислушивались к рекомендациям, просто потому что некоторые вопросы нельзя переформулировать таким образом, чтобы, с одной стороны, у нас, собственно, и Google обмануть, но и чтобы люди вообще понимали, о чем речь. Потому что игра настолько усложнялась, что когда редакторы меняли что-то в вопросе, уже люди, на которых были тестовые прогоны, не понимали, что, собственно, от них хотят дорогие редакторы. Но если даже у нас редакторы не прислушивались к нашим рекомендациям, уже они до того, как у нас закончится эфир, уже могли представить себе, насколько у нас будет много победителей, мало победителей, и, собственно, на этом обыгрывать какие-то сюжетные свои моменты, которые были в этой игре. Итоги. Мы набросали первый прототип за 24 часа, и доделки у нас заняли в течение двух недель. Мы приобрели совершенно бесценнейший опыт за общение с редакторами, потому что редакторы — это люди такие, наверное, гуманитарные больше, все-таки мы больше технари, и достаточно было колоритно с ними общаться, это достаточно здорово. Всем рекомендую общаться с гуманитариями. Мы очень круто отдохнули, потому что лучший отдых — это смена деятельности, и это как не есть что было. Отличный отдых, потому что мы немножко перезагрузились, повеселились, отдохнули, все было прям чудесно. И, собственно, получили моральное удовлетворение, потому что мы сделали мир чуть-чуть честнее и чуть-чуть усложнили жизнь тем ребятам, которые, собственно, пишут своих ботов. Поэтому благодарю вас. Если вам понравились задачи нестандартного характера, которые решаем мы, ну, наверное, не каждую неделю, но каждый месяц точно, приходите, пожалуйста, в vk.com.jobs для того, чтобы испытать свою удачу, возможно, именно вас мы возьмем к себе в штат. Спасибо.